В этом году наши ребята, один из которых сейчас у нас уже попали в финал чемпионата мира по программированию. Есть такой ежегодный в Америке. К сожалению, по литератическим причинам, вот такая ситуация, как одному человеку метали в первую лицу, в итоге вместо трех человек было в полотна, и в итоге забили и то место, которое хотели, а так должны были быть этот призер первое-второе место. Ну, чемпионы по-прежнему россияне. То есть на первом месте россияне. По штату у нас достаточно сильные солисты в области автоматизации производства, кандидаты на опыт, я в том числе. Большое количество проектов у нас выполнено. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся разработкой программной системы в области автоматизации производства серьезно-бумажного. Основные наши партнеры – это компании Valmet Mesa. Это, в принципе, компании, для которых мы разработали программное диспетчение и, соответственно, потом, соответственно, с ними внедряем. Если кто-то не знает, да, это аналог Siemens, TPP-компании, которая занимается промышленной автоматизацией. То есть там, где есть Valmet Mesa, там есть наши разработки. Порядка 25% – это наш флот. И, соответственно, наши разработки – это наши разработки, которые связаны с автоматизацией промышленности. Наши ключевые заказчики здесь представлены, плохо никуда рассказывать. Коснусь наших собственных разработок. Историчность, где так создала почвы, что один из наиболее популярных и востребованных продуктов – это система для плохой предприятий. На первом месте мы ее ставим. Дальше у нас есть ряд еще специалистов, но программно обеспеченных для приятий лесоперерабатывающей промышленности, звездно-бумажной промышленности, лесодобычей, приобретательской работы, глубокой доработки леса. То есть мы, как математики, умеем хорошо оптимизировать различные процессы. И, соответственно, большинство наших проектов, так или иначе, связаны с оптимизацией производственных процессов. То есть в поиске наиболее эффективного, правильного решения. То есть у нас ее разработаны очень сильные оптимизаторы, которые пытаются применять в различных отраслях промышленности, как аут, серьезно-бумажной и лесоперерабатывающей. Краткие сведения о том продукте, который мы представляем здесь, на выставке, на нашем стенде. Это система, которая сейчас называется «Окли Коррогейтер». Создана непосредственно для автоматизации процессов планирования управления приятелями, которые выпускают конфидерированные коробки. Не буду зачитывать то, что на стадии представлено. Исторически, достаточно давно уже система это разрабатывается. Сейчас у нас сильное достаточно решение востребовано на рынке. И мы стараемся его продвигать и применять наш опыт и умение, знания для того, чтобы повышать активность работы в обоих предприятиях. Ну и ключевые слова то, что мы создаем ее совместно для обоих предприятий, основанных на лучших практиках и для обоих предприятий. Здесь представлена основная структура – это наши системы. Что мы сейчас можем предлагать? Мы предлагаем систему, которая повысит эффективность в принципе всего производства процесса опыта и предприятия, начиная от приемки заказов, менеджерами производительного расчета, планирования, разработки технологических карт и изделий, разработки новых изделий. Это, собственно говоря, наш оптимизатор, который решает различные организационные задачи в области планирования. И соответствующие функции, такие как управление производством, запасами, закупками, управление качеством, затратами и так далее. То есть, в принципе, мы покрываем весь производственный процесс, начиная от приемки заказов в работу и заканчивая, когда на корпорацию идет уже в виде готовой продукции. Ну и немножко по своей функции. Значит, мы предлагаем работу, начать работу, конечно. То есть, они могут здесь развести свою историю работы с клиентами. То есть, есть маленький модуль CRM, который хранит всю информацию работы с клиентами, есть свои истории взаимоотношений, звуки, телефоны, контакты, рассылки и так далее. Соответственно, для продажников мы можем предложить то, что они могут предварительно все свои заказы здесь учитывать. То есть, система включает сразу предварительный расчет реальных сроков производства. То есть, на уровне принятия заказов мы можем подсказать менеджерам, когда лучше и более эффективно, может быть, поставить внутренний заказ в производство, чтобы не было перекуски. Так, чтобы создать любое производство – это война. Соответственно, у нас должен быть компромисс. С задачей продажников как можно больше продавать, с задачей продажников как можно ровнее. То есть, процесс делает, чтобы не было перекосов. Вот, у нас здесь уже включается на этом этапе и стараемся, чтобы менеджеры, так сказать, не наглеили, не делали больших перекосов. Выравниваем производство программы. Соответственно, дальше есть возможность подключения различных финансовых блоков для того, чтобы, например, не пускать заказ в производство и лезть на него какая-нибудь посольщая компьютерка. То есть, мы можем подключать финансовые какие-то модули для того, чтобы контролировать здесь и деньги. Мы даже можем, в принципе, рассчитать удовлетворительную стоимость каждого ящика. То есть, не надо никуда не есть, тоже здесь все можно сделать. То же, чем мы гордимся – это модуль подготовки производства, который позволяет в электронном виде вести весь архив технологических карт. То есть, мы предлагаем пути от бумаги полностью, чтобы все было в электронном виде, и технологическая карта из электронного изделия относится к системе. Для того, чтобы производство всегда уходило наиболее правильная технологическая карта со всеми последними изменениями, чтобы не было такого, когда производство лежит одна терката, выпускает другие и не выпускает остальные. То есть, все это в электронном виде, и, соответственно, контроль идет на уровне отдела подготовки производства. Поддерживаются известные стандарты и эффекты. И также мы сейчас делаем интеграцию с КАТ-системами. То есть, партия с КАТ и КАТ – это будет острированный интересный проект, продукт в области проектирования 3D-дизайна и упаковки, и, соответственно, мы сделаем с ним интеграцию. Технологическая оснастка тоже у нас здесь достаточно сильно приставлена. Мы можем повысить эффективность использования оснастки. Система контролирует количество облицов. Она будет упреждать, когда та или иная оснастка будет подходить к своим разрешениям, к жизненному циклу. Соответственно, не будет пускать работу до или иного изделия, если по каким-то причинам оснастка, штанс или чатная секция готова, чатная форма не будет готова. Дальше. В плане повышения эффективности использования оборудования мы рассчитываем все планы предупредительной ремонты. То есть, модуль технического осмотра и ремонта оборудования здесь тоже текстов. И в плане оптимизации у нас утилизатор, который позволяет оптимально загрузить работу технологического оборудования. С точки зрения планирования, это то, что мы говорили, это наш конер. Здесь мы очень много хорошо можем решать различные задачи. Это и долгосрочное планирование производства, это и автоматическое планирование работами группы агрегатов. При этом нам не важно, сколько их в производстве. Один, два, три и так далее. То есть, в принципе, система нам это не играет, и какие агрегаты тоже не играют. То, с чего мы начинали, это математика. Ортимизация расстроена только полотна. Это то, чаще всего, которое от нас требуют, но мы всегда доказываем, что это. На самом деле, это не самая большая проблема производства научиться кроить. Кроятки иногда люди не позже, но проблема бывает намного. Уже сидят. Тем не менее, у нас, конечно, этот оптимизатор позволяет оптимально найти и находить расстрои двух оплаток. Оптимальная запуска линии переработки, чтобы не было различных перекосов, чтобы не было расстроек оборудования по максимуму. Различная схема оптимизации из постановки заказов для использования. Это оптимизация использования сырья. Понятно, что в нашей области производства сырье – это достаточно большая затратная часть, и, соответственно, у нас стоит вопрос всегда наиболее эффективного использования. То есть, здесь тоже оптимизатор позволяет подобрать правильное сырье от имеющихся расстроек для того, чтобы снизить затраты на производство. Модуль, который позволяет контролировать производство, то есть, это отслеживание и дистанциализация производственных заказов, различные высокоорвания планирования, представления в виде табличных, и похоже на известных диаграмм ГАТа. На самом деле, наше мнение, что все-таки пользователям на уровне машин как бы не нужно вот этих вот красивых вещей, то есть им нужно, потому что утомительно достаточно. что-то есть, но есть и то, и такое представление. Повышение эффективности отгрузки. Здесь мы решаем задачи планирования отгрузки. То, чего у нас нету и сейчас появилось, в двух заводах мы подгускаем, то у нас есть отдельная еще оптимизация подгрузки продукции, трассы, у нас есть отдельный сервис оптимизационный, который, на самом деле, даже прижимом на сайте висит, мы можем его воспользоваться. То есть мы умеем оптимально грузить головы и поверхность транспортного средства. И сейчас мы предлагаем этот модуль интегрировать с декортов и веков. Грубо говоря, мы предлагаем менеджеру на момент приемки заказов сразу подсказать, а как это все из его заказа может быть погрузить транспортное средство. То есть, как поверьте должны лечь, сколько при этом транспортных средств, каких, для того, чтобы, ну, во-первых, ничего не осталось на сваде, то есть все, что вы произвели, нужно угрызить. И во-вторых, по максимуму загрузить транспортное средство, потому что и наших клиентов, есть и предприятия, которые достаточно большие еще доставки, более тысячи километров. Это большие затраты, соответственно, оптимизация транспорта по транспорту дает достаточно высокую отдачу. Мы уже сделали расчет по оптимизации погрузки. То есть, например, компания «Монки», которая использует наш сервис оптимизации уже, наверное, третий год, если не все контейнеры погрузки, рассчитывается как раз с помощью этого модуля и оптимизация погрузки. И мы рассчитываем порядка 7-8% повышения эффективности. То есть, если это состав, в среднем 80 прогулок, там рассчитать, 8% один вагон. Стоимость доставки еще 2-3 тысячи. Вот она экономика. Соответственно, можем помочь спланировать диспетчеризации подгрузки. Рабочее место машиниста. То есть, все, что должно быть распланировано, должно быть выполнено. И, соответственно, должна быть обратная связь. То есть, это все-таки система управления. Не то, что запустил их забыл, а должна быть обратная связь. То есть, на уровне глупок агрегата, на уровне линий переработки, соответственно, есть рабочие места, есть возможность интегрироваться с технологическими линиями и с работой агрегатами. В плане использования материалов. Тоже здесь у нас есть оптимизация. То есть, мало того, что мы расходы подбираем под имеющееся сырье, мы еще рекомендуем, как воспитывать вместительную двойную сырье. ее должно быть поставлено на производство. Ну и не то, что всегда отнастребивают, это возможность списания романа конкретной расстройки. То есть, в частности, стоимость производства рассчитывается чаще всего как топловой метр. Все, что выпустили, которое стали производством, потом распределяем на выпущенные закаты. Соответственно, мы сейчас предлагаем, что есть возможность рассчитать по сути, фактическую стоимость каждого ящика, потому что мы можем сказать, какой ролл он, с каким номером ушел на производство какого ящика. Это важно и для экономики, это важно для контроля качества, это важно для потом последовательной работы, чтобы присутствовать с почвом можно проследить его. Модуль направления лабораторными показателями, то есть, здесь это паспорта качества, которые напечатаются на каждое изделие, это работа по претензиям, то есть, можно посмотреть всю историю, где этот ящик возник, когда он производился, из чего он сделан, из какого сырья, на каком этапе, то есть, если где-то произошла претензия от покупателя, соответственно, можно поднять историю, на каком этапе мы, там, предприятие, агент, то, или, чего он неправильно сделал, почему возникли эффекты. Ну, и здесь итоги, то есть, какие эффекты использования наших решений могут быть на предприятии. Понятно, что основные принижения это по использованию серверов, потому что это наиболее концентратная часть производства группы но также можно получить эффект от различных других модулей, соответственно, мы рассчитываем, что примерно срока покупания из таких проектов должен быть порядка года, соответственно, система начинает приносить уже гривен, не приносить гривен, а показывать, что вы эти деньги не потеряли, а потратили на другое, то есть, уже в течение до 2-3 месяца использования системы. Здесь самые основные заказчики и партнеры это не только контролики, это донецк цивилизно-бумажные отрасли и 5 ЛПК. Как я сказал, у нас достаточно много решений, которые и цивилизно-бумажные отрасли проводятся. Так, ну и в заключение приглашается наш стенд, вот прямо здесь по 815 и нас тут просим. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. И, пожалуйста, на вопрос уважаемый эксперт. Два вопроса. Меня зовут Андрей. Как происходит интеграция с уже действующими тех картами, которые уже при производстве, если они не готовы на основе импакта? Это как система, да? Да. Это одна программа, которая происходит недостаточно подчеркнули ящикам в этом деле. Это как система. У нас есть опыт интеграции с отраскадров не предоставили возможность. Поэтому это технический вопрос. Надо обращаться к разработчикам, если есть возможность интеграции этой двух проблем составить. Второй вопрос. На 23-м сценаре было показано непосредственно вычет сырья. Как происходит вычет сырья? это зависит от правительственного решения. Это может сдаваться внутренние страны. Либо они находятся внутри цеха. Есть технологические возможности ставить расходоверы на агрегат для того, чтобы смотреть сколько там осталось рома и соответственно наперевать остаток с указанием всего. Шрик 1 у нас привязан там присутствует. Еще вопрос пожалуйста. Дмитрий, такой вопрос. Вы говорили про программу CRM для отделов продаж и вообще программу кислов. Есть ли возможность выноса облака этого программного продукта? с облачным сервисом? Да, у нас есть собственный дата-центр в Петрозаводске. Он не очень мощный, но тем не менее мы на этой запуске некоторые заводы прогоняем из нашего города. А так у нас как минимум три завода сейчас проводят сервера по-моему сервера по-моему это рекор в России и с серьезной экономии хорошее сервер и косичного направления отнесет. Попросы скажите как происходит привязка сырья для последующего отслеживания через шриф кодирования через шриф кодирования соответственно каждый релон бумаги и картона который вам поступает должен быть каким-то образом продумировано. Здесь есть проблема с которой мы столкнулись потому что на многих предприятиях оказывается шрифкода пересекаются поэтому как вариант мы предлагаем генерировать свои шрифкоды и каждый релончик нумеровать отдельно. различные механизмы есть рассматриваем механизмы например орфидерного кодирования то есть не шрифкодированные орфидерные метки у нас есть крупный завод в котором мы работаем это не плохо завод это сериалово-бумажный завод фонда вы знаете 80% газетной бумаги которые российские печатают прямо у нас мы рассматривали вариант орфидерного орфидерных меток и нашли сейчас завод в Подмосковье который делает одни из самых дешевых орфидерных меток нашли это вот метры все едут на метро да это орфидерные метки на самом деле и они могут выходить порядка 10 рублей соответственно можно осматривать такой вариант да если шрифкодирования орфидерных меток получается как бы чуть-чуть дешевле но все дороже шрифт бумажка пока еще но можно рассматривать такую возможность позволять соответственно каждый он имеет свой идентификатор соответственно на каждом этапе мы его послежим на момент приемки любые помещения со складами склад учитывается и на рабочем месте машиниста по прогрегату, соответственно, на каждый расстрой мы указываем, какой ролл он с каким номером списан и сколько с него в среде я ушел. Соответственно, мы четко знаем, можем вам предпосказать, сколько с этого ролла связано, или расстроить, сколько с этого ролла связано в другой расстрой. Спасибо, Дмитрий. Ответил вашу. Еще раз спасибо, Дмитрий Газисов, компания «Песок».